Модель. Где Макрас? Где моё модель? Всё познакомься. Да, и он только в полутора года он уже полностью самостоятельный. Сканёк. Сканёк. Сейчас покормили его? Конечно. Он просто не станет ничего делать. Ну, в смысле. Чуть умоешься. Я обиделся на нас, скажи, я зверки не кормят меня. Сделать. Первые, наверное, секунды, когда я его на руки взяла, стало страшно. А что с ним делать? Ну, потом ничего. Приехали домой. Ну, у нас есть прекрасный учитель, который нам всегда поможет и подскажет. Это наш зоотехник Софа. Без неё бы, конечно, ну, вообще, в принципе, это уникальная история взрастить трёхмесячного выброшенного малыша. Такое бывает редко. Она смогла это сделать, и это, правда, чую, то, что она сотворила. Сейчас просто мы уже наслаждаемся, потому что его уже приучили к бутылочке. Он уже спокойно спит в инкубаторе. Вот. Он прекрасно, у него налажен контакт с собаками, с нашими. Он их не боится, это самое главное. Нам, короче, Софа посоветовала офигенную чётку, которая когда-то поздно, как она... Так. Ваши кофе мы получим? Ну, ты меня ищила, пожалуйста. Я без головы, я на шутках. Смотри, я всё равно чуть-чуть надо. Спасибо. Я как ребёнка в поле не видела. Тихо, как иди. Ой, не давай, ребёночку сдачай. Сейчас. Давай, сейчас тебе покажу. Так. Давай, музычек. У кенгуру нет сосательного. Перед лапками. Где он нас? Маленький наш ребёнок. Самый младенький в семье. Пальцы. Давай. Ну, конечно. Только это будет намного и... Подождите, не подходите. Не, да, ребят, не подходите. Мама, к сожалению, у нас оказалась нерадивая очень. Бросила детёныша. Ему было примерно от рождения своего где-то четыре с половиной. Пятый месяц шёл. Это очень маленький возраст. Он ещё не стоит на ногах. Он не способен выжить сам. В сумке он тоже не прикрепится к соску. Потому что он там находится очень долгое время с мамой. И, конечно, она его не примет обратно. Вот. Мы вовремя увидели, что вот он потерялся из сумки. Забрали. Вот. И уже несколько месяцев выращиваем. Опасно было, конечно, первую неделю, потому что он мог погибнуть в любой момент из-за того, что не принял организм другое молоко. Вот. Это во-первых. Во-вторых, ему, конечно, возразило переохлаждение. Мы, в общем-то, приспособились в инкубатор его положили, в обычный инкубатор, которым выводят цыплят. Вот. Настроила я температуру нужную. И, конечно, кормление каждые 2,5-3 часа. Днем и ночью. Это обязательно. То есть, вот, три месяца мы его выхаживаем. Чтобы завернуться туда. Ну, и Громзорой сумку ищет, да. И. Конец. Он чудес. Он чудес. И. П dir и приorn. Любовные трусы.